здравствуйте дорогие друзья сегодня я буду консервировать огурчики в лимонной кислоте без уксуса скажу вам честно что хотя рецепт у меня записано очень давно но делать я буду такие огурчики в первый раз что получится не знаю но мне кажется рецепт достаточно интересный стоит попробовать я сейчас буквально быстренько пробегусь по ингредиентам которые пригодятся вот у меня два килограмма огурчиков как всегда для всей консервации огурчики у меня были замочены замочить надо на час-два или более они хорошо вымыты здесь у меня два килограмма я еще не знаю пока хватит ли мне их потому что мои ингредиенты и пропорции рассчитаны на одну трехлитровую банку я буду делать двойную порцию у меня будет три двухлитровые баночки и так два килограмма огурцов обычные специи для маринада это душистый перец горошком гвоздика лавровый лист черный перец горошком чесночок вот такой уже порезанный болгарский перец желтенький жгучий перец чтобы огурчики наши были остренькие это перец чили было написано хотя он какой-то очень большой вот такой молодой лук это свой с огорода я его порезала дольками и также пряная зелень здесь у меня сельдерей молодой любисток укроп и несколько листьев черной смородины и также нам потребуется лимонная кислота сахар и соль ну и в принципе можно начинать все раскладывать по баночкам да и для начала я ставлю кипятить на огонь чуть более трех литров воды воду я поставила кипятить нужно около трех литров я поставила чуть больше про запас баночки у меня готовы они просто чисто вымыты я их не стерилизовала потому что мы все это будем несколько раз заливать кипятком и теперь я начинаю укладывать на донышко банок мы высыпаем все сыпучие специи черный перчик горошком по два лавровых листика по три душистых перчика и по три гвоздички на каждую двухлитровую баночку дальше насыплю чесночок у меня примерно головка я ее разделю на три равные части и также на дно баночек положу немножко свежего укропа обязательно положите зонтики если у вас есть у меня до сих пор укроп зонтиков не дал к сожалению поэтому я кладу обычный свежий зонтики то вообще конечно это будет просто для огурцов замечательно по одной веточки любистока вы можете брать любые пряные травы которые у вас растут или которые вы купите еще очень хорошо положить листья хрена немножечко свежего сельдерея чудесные будут ароматные огурчики я надеюсь мне этот рецепт понравится я буду использовать его в дальнейшем более активно ну все когда-то надо начинать и пробовать и все это мы закроем листиками черной смородины они мало того что придадут шикарный аромат они не дадут высыпаться сыпучим специям когда мы будем сливать воду из баночек раз я начну укладывать огурчики начиная с более крупных на дно вертикально и буду переслаивать их перцами и луком стараться чтобы 1 огурчики стояли ваше время ваше время я еще только-только уложила первый слой даже немножко не хватило у меня практически ушли все два килограмма остались только вот такие малыши которыми надо заполнять вверх поэтому меня еще замочено на соленье огурцы придется мне их использовать сюда я вам точно все взвешиваю расскажу сколько же ушло у меня огурцов и так я принесла еще килограмм огурцов и начинаю дальше раскладывать эти уже у меня побольше потому что я их хотела засолить первый слой огурцов я упихала такие положила перцы и между огурцами и сверху лучок и теперь начинаю уже заполнять банки тут уже как придется вот большие стаймя не получится их придется вот так боком это уже ничего страшного но главная наша задача это положить их плотненько чтобы они не болтались потому что от кипятка они будут уменьшаться в размере ну что ж поздравьте меня справилась все огурчики у меня уложено на три двухлитровой баночки у меня ушло ровно три килограмма огурцов не больше не меньше и вода у меня уже закипела сейчас я буду заливать я заливаю просто крутым кипятком по чуть-чуть чтобы не лопнули банки сразу лить не надо понемножечку чтобы пар прогревал баночки огурчики и теперь я эти баночки просто накрываю крышками и оставляю на 10 минут прогреваться ничего с ними пока не делаю 10 минут ждем 10 минут прошло и я обратно переливаю воду в кастрюлю пока что банки не горячие так что можно держать и так вам тут не видно но я сейчас сливаю полностью воду вот так я слила водичку и сразу закрою обратно крышечкой чтобы ничего не остывало слитую воду я опять ставлю на огонь кипятить водичка у меня закипела и я буду второй раз заливать кипятком огурцы делается это все для того чтобы убить всякие бактерии на огурчиках и зелени на третий раз уже будем готовить маринад накрываем опять крышками и ждем еще 10 минут 10 минут прошло и мы опять сливаем водичку в кастрюлю баночки уже горячие поэтому надо осторожненько это делать не обжечься и не потерять наши огурчики в банку воду я слила с этого количества банок у нас получается воды порядка трех литров и на эти три литра воды я добавляю 4 столовые ложечки без горки соли и 10 столовых ложечек сахара и ставлю на огонь кипятить маринад закипел и я всыплю туда одну столовую ложку лимонной кислоты здесь у меня как раз один пакетик 14 грамм когда я всыпала кислоту вода у меня чуть не убежала из кастрюли я быстренько ее выключила и сразу наливаю маринад по баночкам банки накрываю крышками и сразу же и закрываю осторожно банки горячие теперь мы их переворачиваем посмотрите какая красота и укутываем эти баночки на сутки в тепленькое одеяло ну вот и все надеюсь и вам и мне понравится такой способ консервирования до свидания всего вам хорошего до новых встреч до новых встреч